Друзья, мы сегодня здесь собрались с очень практической целью на самом деле. На этот ГраниКон мы сделали гайды по тому, как писать правила и по тому, как готовить ПНПМ. Я надеюсь, что они сделали вашу жизнь немножко лучше, коллеги. Согласен. Обязательно. Обязательные вещи, которые надо следовать. Вот эти рекомендации, они не просто так делаются, они сокращают время наше, мы можем посмотреть больше проекты, они сокращают ваше время при подготовке и выстраивают логику процесса заранее. Исчезает момент суеты, у вас есть план, по которому вы начинаете действовать. Это очень сильно помогает. Паша, ты не первый год отсматриваешь, как все-таки получше стало с подготовкой ПНП? Получше. Определенно мне стало проще понимать вообще, про что игра и есть ли там игра и есть ли там правила. Да, да, да. Есть такой момент. Да. И вот сейчас у нас круглый стол посвящен следующему шагу. Мы сейчас поговорим про то, как издателям хотелось бы, чтобы авторы показывали им игры. Может быть немножко вспомним этот гайд, может быть его подкорректируем. Может нам надо что-то лучшее сделать. Вот. И по результатам вот этого круглого стола мы сделаем гайд на следующий год. Потому что это специально делается ближе к концу, чтобы вы сейчас посмотрели, как вам авторы показывают, и у вас накопилась какая-то боль внутри и вы ее сейчас захотите выплеснуть на наших зрителей. Это на самом деле очень хорошо и правильно, потому что действительно мы авторы заинтересованы в том, чтобы издателям было комфортно смотреть наши игры. Потому что они тогда воспринимают их гораздо лучше и быстрее соглашаются на контракт. Ну что ж, давайте сейчас начнем кратенько с вот нашего гайда и поговорим, может быть какие-то пункты вам кажутся спорными или ненужными, а потом перейдем уже непосредственно к демонстрации, к тому, что вам не нравится в том, как некоторые авторы демонстрируют свои игры. Вот. Ну что ж, давайте сейчас кратенько пробежимся к правилам. У нас было требование, первое, белый фон, вот мне кажется, что все-таки цветные красивые штуки это здорово, но когда вы распечатываете, ну, это распечатывается иногда, если вы не умеете в то, чтобы делать это красиво, Евгений, присоединяйтесь к нам. А вот, коллеги, идея вот этих нескольких пунктов была в том, чтобы все было читаемо. Бывает ли так, что авторы присылают вам красиво сверстанные тексты, только их не очень можно прочитать. Ну, вообще, да, нередка такая ситуация, когда люди пытаются с помощью украшений подвигнуть нас ближе к своему проекту, но сразу скажу, мы в офисе все печатаем в черном, да? Да. Сначала ЧБ до цвета дело дойдет, когда мы начнем над этим проектом работать. Если он годится вообще к тестированию, если он пройдет первичный отсмотр. Поэтому все шарашится на обычных офисных принтерах, и там чем четче и выглядит картинка, тем лучше. То есть цветные картинки у вас могут быть просто какой-то серой массы на выходе. То есть нужна ЧБ версия для черно-белой печати? Да, обязательно. Версия для черно-белой печати, отсматривается текст, проект, и дальше уже потом разбирается, что на этих картинках, нужно ли их печатать в цвете, чтобы воспринимать проект по-другому. То есть хорошо бы готовить два варианта – красивый и для черно-белой печати. Если мы говорим про просто изложение текста, то это просто белый фон, черный текст и желательно pdf. Чтобы не поехало вот это все текста при загрузке в различных программах. Павел, вот как у вас в цвете печатать? Мы работаем вообще в разных режимах. У нас есть лакшери режим, когда мы берем просто на принтер и в цвете печатаем прототип. С экономией, правда, краски. Хороший принтер, он позволяет это делать. Тут, я бы сказал, не нужно готовить специальную ЧБ версию отдельно от остальной. Просто попробуйте сами свой прототип распечатать и посмотреть, как он будет выглядеть. Главное, чтобы удобно было играть, чтобы можно было разобрать, что там на картах, компонентах. У меня вот никаких вопросов нет к этому руководству. Там очень важные пункты. Это очень помогает, это очень нужно. Правда, все равно да, авторы умудряются сделать так, чтобы игру было или неприятно, или даже порой вообще невозможно читать и играть. Первый случай – это когда текста чудовищно много. Вот когда прямо его настолько много, что зачем. Вот когда, например, есть даже на Грани Коне несколько случаев, когда человек принципиально не пользуется инфографикой. То есть он пишет название ресурсов всегда словом, везде. Представьте себе, вот у вас карточка, где было бы там три значка сразу понятные, в идеале черно-белые, конечно же, становятся длинными какими-то словами или даже целыми предложениями, и ты их не можешь быстро на карте обнаружить. Ты сидишь и мучаешься, ты сразу понимаешь, что как-то тебе не сильно, может быть, уже нравится игра. И второй случай бывает, когда вроде в рамках вот этой всей истории начинают играться с размерами, с курсивом, напечатают текст в каком-то странном месте, зачем-то там. Или, что тоже немаловажно, не напечатают то, что надо. Вот как бы там какой-нибудь нюанс, очень важный для этих компонентов, ну а он там в правилах на странице 16, ну вот ему там хорошо. Это уже более тонкая настройка, чем вот Юрий говорил, но это тоже влияет на впечатление издателей прототипе и об вашей игре. Хорошо. Евгений, хотите что-то добавить? Нет? Хорошо. Ладно, мы вас попозже тогда дернем. Итак, да, ну разделы игры, тут я не буду, наверное, повторять гайд, его стоит просто реально посмотреть и следовать той структуре, которую мы рекомендуем. А вот дальше, вот опять же, коллеги, я зачитаю, а вы скажете, может быть что-то лишнее или что-то наоборот надо уже сточить, дополнить. Мы рекомендуем название разделов выделять жирным шрифтом, чтобы они были заметны. Рекомендуем делать нумерацию страниц, потому что иногда правила распечатываются, а перепутываются, и ты пытаешься понять, а что за чем вообще идет. Если правило, ну, наверное, больше 5-7 страниц, то хорошо бы оглавление там, чтобы было, чтобы можно было быстро найти то, что нужно. Вот, и вот то, за что я прям бьюсь, что стартовая раскладка и вообще, кстати говоря, комплектацию хорошо бы делать, чтобы каждый компонент был картинкой и был подписан. Потому что когда 3 или 5 или 7 видов жетончиков, ты смотришь, ты не понимаешь, что это за жетончик, а тебе в тексте говорят, достань жетон силы. Ты такой, а что из этого жетон силы? Я еще даже не знаю, что это за жетон силы, а мне уже предлагают его достать. Да, так что не ленитесь делать иллюстрации и подписи к ним. В крайнем случае есть реально простой совет. Раскладывайте игру, фотографируйте, и поверх фотографии как раз наподписывайте это вот это, это вот то. Или, если у вас есть онлайн прототип, делайте print screen и повторяйте то же самое. Стоит обязательно указать то, чтобы все термины в правилах были одинаковыми. То есть не надо там жетон силы, а где-то это жетон усиления. И вот там издатель или игрок будет думать, а это, блин, одно и то же или это какие-то разные сущности. Вот, и также если у вас есть какие-то комплексные действия, то лучше приводить примеры того, как это происходит. То есть, чтобы, опять же, если что-то непонятно, то на примере обычно как-то смотришь на него и видишь, ага, здесь вот такой жетончик туда, здесь такой-то сюда. Да, кратенько, чтобы закончить с правилом, потому что это у нас вообще такая вообще вводная часть, потому что дальше мы будем говорить про демонстрацию. Так вот, также общие советы. Берете правила изданной игры, смотрите, как там устроена структура игры, близкой к вашей. А если вы под конкретное издательство готовите, берете правила этого издательства и смотрите, какие они делают, используют термины там. Порядок, ход, окончание партии может быть по-разному немножко называться у разных издателей, но мне кажется, хорошая идея, если вы под конкретное издательство работаете, то вот... Подмаслить. Да, чтобы им было понятно. Также... Даже жетонные тайлы в разных издателях называют по-разному. Да, и жетонные тайлы могут быть по-разному. Например, слово карты никогда не используют. Принципиально карточки. Это пошло еще с лохматых времен, когда наше государство считало любые карточные игры азартными, и нам пришлось теперь игровые карточки. У нас свой карты не используются. Я акцентирую внимание на стартовой раскладке и примерах, это самое важное. Издателю будет очень трудно понять, о чем у вас игра и классная она или нет, если этих вещей не будет. Вот здесь очень нужны фотографии, иллюстрации и что-то в этом духе. Многие, даже опытные авторы до сих пор этого не делают. Это прямым образом влияет на то, подписывается игра или нет. Есть интерес у издателя как игры автора или нет. Это не значит, что это крест на игре, если вы не сделали этих иллюстраций, но это здорово увеличит ваши шансы. Ну, продолжая мысль Павлова, да, это сильно улучшает восприятие проекта и помогает нам быстрее сделать. Потому что представьте, что вы не один, ваша игра не уникальна. В день приходит от трех до десяти проектов разных авторов, они все ставятся в линейку тестирования. Что-то просто прочитывается и выкидывается, даже до туда не доходит. Если мы на этапе прочитывания по диагонали считаем, что это не наше и вы нам усложняете принятие решения, то оно не дойдет даже до тестов. Просто не дойдет. Отсечется на этапе восприятия первичного проекта. И, кстати, вот в этих пунктах, я не знаю, есть там это или нет, в комплексных играх, где идут перекрестные ссылки на разные блоки правил, которые взаимосвязаны и тянутся друг за другом, ставьте, смотри страницу 16 подраздел такой-то, потому что мы еще вашу структуру не видим. Голосарий в начале там хорошо углавление, но если прямо в конце раздела написано, что это правило взаимосвязано с другим правилом, который находится в другом текстовом блоке, ставьте ссылку на конкретную страницу, на конкретный блок подписывайте. То есть, чем более технически, грамотно будет оформлен, естественно, это потом в финале, это все будет сделано красиво, лаконично, поставлено по своим местам. Но сейчас в текущей структуре вашего проекта давайте ссылки, нам будет проще отлистать до 14 страницы, понять, что это работает с этим, и у себя в голове уложить, что проект вот он, вот такой вот. Но это для сложных игрок. Да, это больше для сложных игрок. Хорошо. Вопрос, насколько упростит жизнь издателя, может быть автором, единая терминология, когда мы договариваемся, что на Ганиконе там каменочки это карточки, еврокубики это еврокубики. Нет, бесполезно. Бесполезно. Толку ноль. Во-первых, авторы будут упорно писать, как хотят. Во-вторых, мы и так примерно понимаем, что еврокубики это еврокубики, а какие кубики на которых кидать. Ваша задача в том, чтобы у нас не было кривотолков на этот счет. Потому что они бывают, они бывают, и для этого нужны картинки, и для этого нужна вычетка правил. Что нужно делать? Просто берете человека, который вашу игру не видел, берете еще нескольких его друзей, вот пусть даете им вашего ПНП, даете им правила, они играют, а вы на них смотрите и молчите. 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 Только если совсем у них затык, совсем затык, вы им говорите вообще, что делать. И тут же делаете пометку, что вот тут у них затык. Вот это надо поправить, вот это им непонятно. Ну либо меняйте тестеров, если они такие беспокойные. Ну слепое тестирование действительно очень классная штука, особенно когда вы отправляете правила издателю, который по ним будет пробовать играть. Если он сыграет неправильно, он не будет сильно разбираться, скорее всего. Да. Потому что игр много, а издателей мало. Неплохо было бы, если бы писали аннотацию, краткую самую аннотацию своей игры. Какой возраст, какая целевая аудитория, сколько времени занимает игра, в каком сеттинге игра, какие игромеханики используются, сколько было проведено тестов, в какой аудитории. Просто если были тесты, написать, если не было, тоже написать. Тестов было, так сказать, я и мама, вот и все. То есть, ну и это уже понятно. Ну просто, как бы, стараться писать художественные правила тоже, на мой взгляд, не обязательно. Потому что вы можете увлечься, это будет вызывать у редакторов, у опытных людей, ну, некое недопонимание, зачем вы это делали. То есть, пишите по сути, ведь интересует в первую очередь геймплей, а не то, как оформлено, ну, как будут правила, которые будут на выходе. То есть, они должны быть более техническими. Чем меньше текста, чем больше четкости, чем меньше расхождений в терминологии, для того, чтобы можно было просто взять и сыграть. Если вашу игру возьмут, не волнуйтесь, издательство выстроит структуру, выстроит формулировки, сделает формулировки более четкими, напишет, ну, там, красивые примеры. Все это будет сделано. Просто огромное количество текста, которое вы создаете, не вызывает, ну, большого, так скажем, сказать, ну, то есть, оно непрофессионально сделано, в силу того, что вы не являетесь профессиональными писателями правил. Это пустая трата времени и ваша, и тех, кто это будет читать. Потому что им нужно четенько по полочкам, делай раз, делай два, делай три, делай четыре, так сказать, цель игры, условия победы игры, ну, как бы структура, там, так сказать, подготовка, игра, там, ну, все как обычно, все как во всех стандартных хороших правилах. И не надо стремиться к художке. То есть, ну, если у вас она заложена в игре, то лучше, что называется, отобразить мысль, а не искать витиеватые слова. Это на этом этапе абсолютно не нужно. То есть, если у вас это есть, то редакция с вами потом начнет работать. Сейчас надо пожалеть и себя, и свое время, и время издателя. Ну, это мне так кажется. Не знаю, поддержит меня, ребят? Да, Евгений очень хорошую тему задел. Это как раз то, что вы пишете. Очень много авторов присылают прототипы, в которых на первых страницах расписывают замечательный мир своей игры. Где тридевятое королевство, в котором правит там мудрый король, и он умирает, и там все принцы за него воюют. У меня, я не помню, какой у меня рекорд, по-моему, я помню прототип, где правило игры начинается на 24-й странице. Так вот, суровая реальность в том, что, скорее всего, ваш сеттинг в том виде, в котором вы пришлете, ему очень издателю будет нужен. Во-первых, он может его поменять. Во-вторых, может быть, вы не писатель. А даже если вы профессиональный писатель, то вы наверняка сможете идею и сюжет своей игры вложить несколько абзацев. Ну, там странички хватит, правда. Двух абзацев. Даже двух абзацев хватит, верно, и говорит. Если это очень важно, прям какие-то моменты для сюжета, просто, ну, как-то поясняйте в нескольких словах уже по ходу правил. И не нужно придумывать каких-то специальных жутких терминов, каких-то очень сложных конструкций. Чем проще и чем короче вы будете, чем лаконичнее вы будете, тем больше у вас шансов. Тем больше издателей подумают, что вы профессионал. Буквально пару слов полностью согласен с коллегами. Евгений правильно задал мысль. Я рекомендую лучше потратить время на то, что у вас есть, вы задаете базовый сеттинг, да, и подумайте, какие другие сеттинги и темы могли бы лечь на эту механику и были бы взаимосвязаны, чувствовались бы. И кратенько, как бы базовое средневековье, но еще обратите внимание, мы там хотим космос и зомби, да. Все, вот этих трех слов хватило бы. Издатель подумает, так, ну базово мне прислали про средневековье, космос, да, действительно чувствует, сможет сложиться. Или нет, или... Вот прост пример, Райнер Книце, один из самых известных авторов, он в конце правил говорит, альтернативные сеттинги. И там два-три слова. То, что он видит, с чем его механика была бы связана. Этого вполне достаточно, чтобы натолкнуть издателя на мысль, да, может это не пойдет в работу, но на мысль, ага, а может быть, да, вот в этом. Если вы туда накрутим, то все, 5-10. Вот, все. С сеттингами надо быть очень осторожными. Особенно, если вы планируете выходить на запад, а все издатели, ну по крайней мере, которые здесь присутствуют, они всегда смотрят на эту игру еще и с точки зрения возможности продвижения на западный рынок. Последние там два-три года настолько возникла необходимость быть аккуратным с точки зрения того, что мы запускаем сеттинги или даже какие тексты идут на карточке. Есть ли там, так сказать, в нашей игре возможность добавить негров, гомосексуалистов, инвалидов, многодетных матерей, потому что это важно. Или нет ли случайно, вот вчера мы играли в игру, так сказать, там в карточке, что одному, так сказать, господину очень нравилась несовершеннолетняя черная рабыня. И есть выбор покаяться, изнасиловать ее или подсматривать. Ну, ребят, может быть, в России можно было бы такую карточку написать еще, так сказать, пару лет, и то уже вряд ли. Но с такой карточкой, если ты выпустишь игру, можно уходить с международного рынка совершенно точно. И поэтому уже надо думать немножко, так сказать, когда вы делаете какие-то тексты на картах или придумываете сеттинг, насколько это сейчас толерантно, насколько ничего личного, ну, понимаете, как, нам никому не хочется, чтобы нас обвиняли, там, известная игра Мамбаса. Она сейчас трансформировалась в космических каких-то спейс, чего-то там, не помню, как называется. Почему? Потому что там есть тема рабовладельчества. И они перекрашиваются, и мы вынуждены, что называется, тоже, так сказать, как бы, учитывать это. Если вы уж создаете сеттинг, то всегда надо смотреть, насколько этот сеттинг, первое, так сказать, продается, но это уже не ваша задача. Поэтому вы просто лучше в эту сторону не смотрите. Лучше напишите, как вот сказал совершенно верно Константин, напишите, что я бы хотел сеттинг про зомби, но можно про инопланетян, а можно про, я не знаю, там, про блох. И вот все, так сказать, как бы. И дальше издатель разберется, что с этим делать, и с вами согласует или не согласует, разные издатели по-разному к этому подходят. Но так или иначе, это, если игра хорошая, то с сеттингом всегда можно придумать сеттинг. Всегда можно. Еще я хочу отметить, что у издателей иногда есть договоры на какие-то франшизы, и они могут смотреть, а вот это подходит нашей франшизе, поэтому мы сделаем такой сеттинг. Игра будет лучше продаваться, как правило. Это может быть Disney, это может быть любой другой анимационный проект, в том числе и российских студий, и это абсолютно правильное замечание, да, то, что было когда-то космическими пиратами-дальнобойщиками в мире зомби, да, он станет детской игрой из франшизы Трикота, и продажи, я вам гарантирую, можно просто X10, X15 просто за счет сеттинга делать. Это только маленькая, точнее, очень-очень большая. Вот вы делаете игру, пожалуйста, не делайте ее по сеттингу, на который у вас, лично у вас, нет прав. Вы можете, конечно, так попытаться, но всегда имейте запасной аэродром, во что это можно переделать, потому что у издателя может не быть прав на вот этот замечательный сеттинг, они у него могут кончиться, ему может конкретно эта ваша игра не понравится, и он может захотеть ее в другом сеттинге сделать, и так далее, и тому подобное. Третье, пятое, десятое. Очень-очень маленький шанс, что вот игру возьмут просто с улицы и сдадут в том сеттинге, на который нужно покупать права, которые вы придумали. Я таких историй, если честно, не особо припомню. Зато бывает ситуация, когда автором уже более-менее состоявшихся издатель прямо заказывает игру сделать в каком-то сеттинге. Вот такое случается. Замечательный коллаб, мы сделали фиксиков для звезды, это был специальный заказ, мы обращались к Евгению, рассказывали. Была Журавлевская игра, моя с Голубкиным, еще, я не помню, кто тут. Да, 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 там четыре игры в линейке были, мы под заказ, мы знали, что мы хотим, была ограниченная комплектация, был четкий заказ, все знали, что за мир. Роялси не платят, 50 тысяч заплатили, и все. Ну, по тем-то временам, 50 тысяч, ого-го, какие деньги? На двоих. А, на двоих, да. Пошли инсайдерские факты. Ну что ж, давайте, ну, собственно, с правилами понятно, сеттинга немножко, возможности его поменять. Для меня, кстати, это было открытие, что неплохо бы в конце делать предложение по альтернативе, буду сам так делать, спасибо. Это, кстати, надо будет добавить в наш гайд, как рекомендацию пока, но в целом здорово. Давайте кратенько также пройдемся по PNPM. Коллеги-издатели, вот что вы делаете, когда вам авторы присылают прототип в виде напора JPEG или PNG-картинок? Я знаю, что я делаю, а вот... Ну, давайте так, начинается до открытия картинок, мы открываем правила, если там есть зерно, идея, еще что-то, и мы видим, что это все оформлено в неформатных картинках, которые нам надо печатать. Вот если там что-то есть, что нас зацепило, и нам хочется это потестировать, то мы уж тогда напряжемся и распечатаем это каким-нибудь образом, вырежем, еще что-то подготовить. Если там хоть какие-то сомнения, это сразу идет в помойку. А у вас как, Павел? Можешь подержать микрофон? Да, конечно. Я, когда получаю файлы, где, например, правила вместо документов PDF сделаны, вот, знаете, картинками JPEG-ами, вот раскиданными по папке, я делаю вот так. Удалить. Я понимаю, нет, я не удалить, я начинаю это читать, потому что это всегда интересно. Это всегда интересно, и ты никогда не знаешь, что тебя ждет в этой замечательной, интересной книге. Ну, точнее, ты знаешь, что это будет не игра, скорее всего, и что ты ее точно не подпишешь, потому что вот такая вот компоновка файлов, это один из надежных маркеров автора, которого ты не захочешь создать, вот, по опыту. Это злит очень сильно, если ты не можешь нормально что-то, ну, если не можешь нормально прочитать, это злит. Если не можешь нормально распечатать, это не всегда злит, потому что даже опытные авторы иногда не очень удачно располагают на листе сложные компоненты. Хочешь напечатать, напечатаешь Это не так страшно Главное, чтобы было понятно, что печатать Я не знаю пока Именно для ПНП Таких случаев, что прям Смертельно, ужасно Единственное, что если у вас очень сложные компоненты Какие-нибудь, которые надо долго как-то вырезать Склеивать Честно говоря, если игра вот так вот сразу Не цепляет по правилам, то издатель не факт Что и сподобится вообще Разрезать и проверить Поэтому такие игры мы обычно смотрим Здесь на Агрониконе А вот вы говорили, что Лучше было, чтобы были примеры Какие-то конкретные глоссарии Это лучше все сделать в один файл Или можно отдельно сделать правила Справочник, примеры, глоссарий Четыре разных файла Или все в один запихать и там соглашение Признаться, глоссарий, справочник Мне лично не особо это и нужны А вот примеры хода, примеры выполнения каких-то действий Их лучше включать в правила вот прямо вот в том месте, где они нужны Вот откройте правила любой игры Где вот видите эти примеры Иногда в конец, конечно, пихают Но вот мне такой подход лично пихать в примеры в конец не очень нравится Ну кто-то так делает Вот еще вопрос Я не имею отношения к печатию к изданию По работе, когда присылают пачку файлов Это всегда бесит Лучше вот в одном Если нам там нужные страницы Оттуда возьмешь, напечатаешь Да, да Вот есть несколько парадиктов Например, если надо два экземпляра Одного и той же карты напечатать Вот тут вот кто-то делает Кто-то пишет инструкцию Пишать эти два раза Кто-то просто дублирует это в файлах Но если у вас есть какие-то разнотолки Лучше напишите, как это все печатать Это очень коротко Это инструкция по печати ПНП Это вот полезно Мы как самая молодая компания Я как самый молодой здесь присутствующий из издателей Скажу, что Ну на самом деле у нас нет офиса Такого, так сказать, большого Как есть у Звезды, как есть у Мира Хобби У меня люди разбросаны по разным городам Ну по самым разным городам И даже по разным странам И для нас просто бесполезны вот эти файлы Из которых нужно, так сказать, распечатывать Брать ножницы, так сказать Или я одно время там жене давал ножницы, листочки Говорю, так сказать, лежишь под телевизором Сиди, лежи и режь Вот она резала Потом я понял, что толку от этого очень мало И что мне нужно, чтобы смотрел не я Смотрела команда Поэтому надо переходить на следующий уровень Надо переходить на электронные версии, так сказать Ваши проекты Нужно ТТС, там, так сказать Или Тейблтопиа Тейблтоп симулятор Но как минимум Нужно быть готовым к тому, чтобы просто-напросто В современных средствах связи Выйти в видеорежим И просто хотя бы для начала показать свою игру Игровой ход Но это как минимум Просто договориться о том, чтобы ее посмотреть Потому что тратить время на вырезание жетончиков, карточек Раскрашивание, склеивание и так далее Но я не знаю У нашей компании на это просто нет времени Может быть небольшое короткое видео То есть первый этап это правило И приложить к нему небольшое короткое видео Чтобы издатель сразу мог оценить Как игра выглядит, что за объем и так далее И только уже после контакта Пересылать какие-то правила Ну тут вопрос вкуса Я вот лично не люблю видеоформаты Я если могу посмотреть что-то в тексте Я буду делать это в тексте до последнего Я даже YouTube не смотрю Если что-то пошло Но я знаю, что мое мнение не единственное Как минимум наши коллеги из лавки Насколько помню любят видео смотреть Это помогает Но без правил Без правил Без хорошо написанных правил Вас никто не возьмет Все равно все будут их читать Я говорил скорее не о видео А как бы сказать обзоре собственном Демонстрации А о уже договоренности После прочтения правил Если игра зацепила То мы говорим Если у вас тейблтопия Или тейблтоп симулятор Если вы говорите Нет, не могу залить Но давайте хотя бы тогда Вы нам покажете эту игру На столе И структуру хода покажете Компоненты покажете Чтобы мы Ответите на вопросы По правилам Которые мы прочитали Если они у нас возникли Вот нам проще и быстрее Хотя бы так На первом этапе Потом уже поэтому можно Если кто-то в одном городе находится Кто-то издатель в другом То есть вот такой уровень общения Так проще принять решение Быстрее Не морочить друг другу голову Да нет Воздержались Разбежались Понимаете И вот как бы Очень жалко тратить время На то чтобы резать И разбираться Если есть автор Который может все рассказать Показать И это еще не окончательно Это просто упрощает Дальнейшую коммуникацию Дальше какой-то следующий этап Который можно наметить И уже тогда может быть Имеет смысл резать прототип И тогда уже Ну какой-то следующий этап Если он наступит Что случается Не часто Очень не часто Мне кстати проще тестерам Дать все-таки поиграть Если у них есть время У нас есть группа Там из трех человек Которые регулярно к нам приходят Но в наш случае Скорее исключение Есть очень много Маленьких издателей Которые вроде бы И готовы взять игру Но как им ее потестить Ну тут да Может помочь Тэблтоп симулятор Тэблтопия Да Даже вот в годы пандемии Даже те кто был против Этих программ Волей-неволей Работали Пришлось И мы уже все издатели Все издатели К ним привыкли Это лишним не будет Но не ждите Что издатели Обязательно захочет Все равно игру смотреть Даже там Ну то есть все-таки Насколько я знаю Костя Тебе нужен нормальный ПНП Ну да Я старый Зашорин Ретроград Я без распечатки Игры в студии В нашей редакции Я вообще Ну не двигаюсь Видеоформат Меня не устраивает ТТС Тэблтопия Я не люблю Вынужден Когда нужно Делаю Но Правила прочитали Если интересно Макет Без макета Я не иду Вот если после макета Мне нужен будет автор Тогда я с ним лично свяжусь У меня будет Zoom Skype Google Meet Неважно что Мы будем с ним Выяснять вопросы Если он не может подъехать Если он может подъехать Он будет сидеть у меня в редакции И рассказывать свою собственную Коллеги Давайте я чуть-чуть резюмирую А потом Вопросы Вот сразу После этого Давайте просто сейчас Хочется закончить С разделом по ПНП И перейти наконец К демонстрации Вот Давайте я кратко Зачитаю пункты А вы Если что Прокомментируйте Если что-то здесь не так Или хочется дополнить Итак Мы в гильдии Точнее В эркометите Граникона Рекомендуем Использовать формат PDF Не JPEG PNG Еще что-нибудь PDF В формате А4 В идеале В вертикальной ориентации Хотя это не принципиально Желательно Нумеровать страницы И подписывать на них Название компонентов Чтобы Те кто будет готовить Прототип Знали Что это такое И не вспоминали Потом лишний раз Вот Также в принципе Можно использовать Больше одного файла Но Желательно их минимизировать Вот чего точно Не надо делать Это Каждый файл Из PNP Комплекта Материалов для распечатки Прототипа Не надо каждую страницу Делать отдельным файлом Вот пожалуйста Не делайте так Издателю проще Нажать на кнопочку Распечатать Чтобы оно было Распечатано При этом Если какие-то Компоненты Дублируются Продублируйте В нужном количестве Вот не надо Вот это распечатать Два раза Это три раза А это десять Мне кажется Проще Когда ты нажал на кнопку Получил на выходе Готовый результат Также Используйте Пожалуйста Компоненты Прямоугольной Или квадратной Формы Не надо Закруглений Потому что Вырезать Кругленькие штуки Не так быстро И удобно Как квадратные А у издателей Очень много Прототипов И они на это Тратят очень много Времени Поэтому Не надо Тратить их Лишнее время Делайте Квадратный Ну Собственно Все равно Скорее всего Я не знаю Когда мне Присылают что-то И просят Распечатать И поиграть Я Круглый компонент Оставляю Квадратиками Еще удобно Когда есть Метки реза Потому что Где-то Ножницами А где-то Просто резаком Раз Два Вот так Поставил Щик-щик И все готово К работе Метки реза Это удобно Да Согласен Вот Также Я рекомендую Готовить инструкцию По подготовке Прототипа Рассказывать О том Вот Это Если есть рубашки То вот Ну можно вынести Рубашку в отдельный файл Сказать Вот напечатайте Такой-то файл На его обороте Вот такой-то Либо У нас Не знаю Четная-нечетная страница Тоже Наверное Можно делать То есть Не печатаешь рубашки Я не печатаю рубашки Обычно Оборот на стороне Тот кто готовит макет Он ставит Х Ноль Квадрат Треугольник И этим отмечают Разные рубашки Просто Чтобы не тратить Ни бумагу Ни время На вырезание Приклеивание То есть Принципиально Концептуальная Такая вещь Что рубашки Как-то там Хитро используется В игре Да И если их просто Надо отменить Что они разные То это вот Реально делается От руки Это гораздо быстрее Там Черточки наставил Сколько нужно И все Тип 1 Тип 2 Тип 3 Даже Просто Цифры могут Зеленый Синий Красный Или протекторы Разноцветные Или разноцветные Протекторы Да Тут зависит от того Что за макет Сколько там Этих компонентов Надо ли их вставлять Какой у них габарит Заниматься То есть Если у вас карта Не надо делать Черную рамочку Толщиной В 1 сантиметр Или в полтора Ну вы пожалеете Мы Как бы даже вопрос Не в деньгах А в том Что часто приходится Катриджи менять В принтерах Но Но это ни к чему Это раздражает Очень сильно Потому что Вам кажется Что это красиво А нам кажется Что это Расточительство Понимаете Это неудобно В конце концов Поэтому не надо Заниматься дизайном Дизайн должен быть Рассчитан на То есть Не надо кислотно Там ярко-синих Ярко-красных цветов Так сказать Использовать Ну в прототипе Даже если у вас цвета Но опять же Это все равно Только раздражает Пользуйтесь Пастельными Какими-то цветами Чтобы да Они различались Но Чтобы это было Так сказать Удобно для зрения Понятно для геймплея И важно Я прослушал Там была у тебя Инструкция По распечатку Да Инструкцию Я считаю Обязательно надо делать Я всегда делаю Уже много лет Обязательно надо узнать Инструкция Если Есть возможность То в правилах Вы когда присылаете Правила И прототип То в правилах В скобках указывать Возможно В ряде случаев Там Ну ссылки на Там Ну грубо говоря Как называется файл Что-то такое Чтобы можно было понимать Ты читаешь правила И понимаешь Вот этот листочек Вот эти жетончики Ну или картинку Как бы картинку Можно сделать Максимально удобно С точки зрения Ножниц Там и так далее И так далее И максимально быстро Вот как только Вы понимаете Что лаконичность И простота Она В данном случае Гораздо важнее Чем изысканность И многообразие Но все будет хорошо Можно Коротко Вот коротко В тему Вок немножко Ребят Вот мне иногда Присылают игры Про космос Да у нас сложная история С играми про космос Черный фон Вот Так вот Черная заливка Это не ваш бро Это не ваш бро Совсем Ну да Я про рамочки сказал Да Белый фон Белый текст На черном фоне Печатается Гораздо хуже И Не Не И вообще Сердце кровью обливается Ты видишь Такая черная карточка И там Маленькие Белые Два квадратика И ты думаешь Что Да Сделайте узором Каким-то Не знаю Еще что-то Если вам нужно Заполнить Просто обозначить Но не сплошной заливкой Не надо Не надо В целом Не используйте Сплошную заливку Там где Это нет Вот прям Жесткой необходимости Блекло-серой Ну блекленькой Да Можно светло-розовенькой Или светло-синенькой Это нормально Наверное Ну Да Так же Минимизируйте число Линии реза Не надо Пожалуйста Располагать Один Жетон Здесь Другой Там Вот вы их Рядом Сведите Чтобы Раз И разрезали Вот Почему-то Многие делают Двойные Линии реза Еще Что-то Это Нужно Для Типографии Ну Когда Мы На Панчборде Вырезаем Жетоны Там нам Нужно Расстояние Между ними Когда Вы Это Ножницами Режете Или Резаком Так Не надо Делать Опять Пожалейте Издатели И много Компонентов Готовить Вот Так же Если у вас Поле Большого Формата Сами Заморочитесь Пожалуйста Разрежьте Листы А4 Так Чтобы Издатель Распечатал Распечатайте Нубируйте Да И вот тогда Ориентиры Какие-то Надо Сделать Сразу Чтобы Было Понятно Как Склеивать Это Поле Когда Делается Прототип Потому Что Ну Ну Как бы Хотя Нумерация Первый Второй Третий Или А1 А2 Сторона Ак Сторона Сторона Да То есть Что Вот Эти Стыкуются Любая Система Координат Которую Вы Себе Придете Мы Догатливые Парни И девушки Мы Сообразим Но Хоть Какая-то Система Координат Должна Быть А Если В инструкции У вас Будет Еще Написано Склейте А А Б Б Б То Большое Спасибо Что Нам Не надо Думать И И И И Эти Буквы Хорошо Спасибо Ну В целом Основное Мы Прошлись Теперь Давайте Вопросы В целом Наверное Скорее Ничем Ну То Если Только Нам Не Нужно Их Печатать Нормально Печатать Нажимаешь Печатать И ПДФ Выкидывает В принципе Я Спокойно Смотрю Гугл Доки Я Всегда В ПНП Кладываю Жетончики Когда Они Там Есть Но Обычно Я Лично Заменяю Жетончики Молетками Да Зачем Так Делать В смысле Можно ли Это Опустить Ну Да Стандартные Компоненты Да Кстати Мы про них Зависим Вообще Лучше Чтобы Они Были Хотя Потому Что На Жетончиков Вы Можете Использовать Инфографику Которую В правилах Будете Где-то Вставлять В картинке Это Очень Удобно И Наглядно Ограбленные Фуры Там С играми Других Издателей Вот И так далее И тому подобное И там Мы почти Всегда Там У нас Могут Вместо Рыцарей Там Свинки Какие-нибудь Бегать Деревянные Это Совершенно Нормально Я Добавлю Что Когда Вы пишете Правила Именно Как Приложение К ПНП Не Как Правила Которые Должен Издатель Посмотреть А Вот Те Правила Которые Вы 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 Ссылаете В комплекте С ПНП Вы Всегда Пишите В скобках Когда Пишите Состав Игры Лист Номер 8 Лист Номер 7 Или Если Это Обычные Миплы Или Обычные Кубики Д6 То Просто Помечаете В распечатке Не Отсутствует Чтобы Нам Было Понятно Что Если Вы Пишете Стандартные Монеты Из Любой Игры То Тогда Можно В распечатке Отсутствует И Тогда Мы Понимаем Что Мы Запустили Печать Нажали Кнопку Не Глядя Распечатали Блин 20 Листов Этих Монет Которые Потом Взяли Вот Так Вот И Выкинули На Помойку Экология Наш Недруг Потому Что Мы Все Равно Возьмем Монеты Из Какой Нибудь Коробки Которая У нас Для Этого Предназначена Или Какие То И Получается Что Мы Получили Некий Раздражитель Против Автора Его Игры Оно Вам Надо Есть Проблема Односторонней Печати Классической Печатал Что Получается Раз Второго Всегда Если Месяц Назад Забываешь Есть Необходимость Когда Содержательный Текст На Кратце Собой Сторон Это Важно Разумнее Или Печатать Разворотами Складывать Класс Вотектор Обычно Мы Печатаем Отдельно Две Стороны И Потом Или В протектор Ставляем Или Склеиваем Или Еще Как Потому Что Принтеры Они Такие И Мы Сами Иногда Забываем Плюс Еще И Точность Страдает Очень Частно Нет Это Другой Немок У У У У С Важная Информация Важно Какая Информация Чтобы Не Накосячить Я Когда Себе Делаю Дмп Я Делаю Распечатку Можно Может Номерам Складывать На одном Листе Распечатать Обе Стороны Да Это Кстати Удобная Очень Очень Важный Момент Пожалуйста Используйте Стандартные Размеры Карты Карты Именно Стандартные Размеры 63 на 88 Например Бридж Таро Пассианс Да Потому Что Во первых У нас У всех Там Лежат Кучами Протекторы Есть И Это Удобно Даже Чуть Делайте На Миллиметр Меньше Чем Стандартная Карта Чуть Чуть Потому Что Если Вы Сделаете Чуть Больше Или Ножницы Пойдут Чуть Чуть Потом Надо Будет Подрезать Это Опять Лишняя Работа На Миллиметр С каждой Стороны Сделали Поменьше Они Туда Со Свистом Влетели В эти Протекторы И Нам Просто И Удобно И Против Вас Опять Ж Нет Из-за Раздражения Ну И Про Печать Добавлю Я Принципиально Все Входящие Новые Вещи Которые Не Что То Официальное Печатаю На Вторичке Понятно Что Все Много Печатаем Чтобы Беречь Вообще Вообще У меня Лежит Пачка Вторички Несортированные Отсмотренные Собственные Проекты Прочитанные Я Просто Загружаю И Печатаю Вторички Мне Вот Это Сверст На Двустороннем Печать Я Вообще На Это Немание Обращаю Если Распечатал Использовал Вот Согнул Вот Кстати Вариант Со Сгибом Шикарный Просто Все На Одной Стороне Меньше Резов Меньше Всего Картой Из Другой Игры Стандартного Размера И Тогда У тебя Не будет Разлетаться Все А Будет Что Называется Поставил Протекторы Где Есть Стандартная Карта И Получается Полноценная Колода Которую И Тасовать Можно И Раскладывать И Она При Первом Вздохе Не Разлетается В Разные Стороны А Вдохе Абсолютно Правильное Значение Поэтому Здесь Надо Как Б Понимаете Как Важно Не Только Хорошо Приготовить Блюдо Но И Качественно Его Подать Что Называется Это Опять Ж Следующая Тема Презентации ПНП Это Тоже Презентация Вашей Игры Насколько Вы Профессионально Качественно И С Заботой Об Издателе Подходите В Вопросе Изготовления Своего ПНП Прототипа Настолько Больше И Легче Ну Как Больше Повышается Шанс Того С Вами Будут Взаимодействовать Потому Что Это Показывает Ваш Профессионализм Ваше Уважительное Отношение И Ваше Элементарное Понимание Этики И Культуры Взаимодействия С Потенциальным Ну Простите Нанимателем В данном Случа Работодателем Ну Там Или Там Партнером Как Угодно Это Называется Давайте Теперь Поговорим Собственно Про Презентацию Вот Есть У У вас Коллеги Какие-то Примеры Того Как Не Надо Презентовать Игру Или Может Быть Хороший Пример Как Надо Давайте Начнем С Не Надо Ну Ну Левое Правило Презентации Игры Вы Должны Знать Правила Вашей Игры Которые Презентуете Это Странно Это Не То Чтоб Часто Я Встречал Но У Меня Были Такие Случаи Когда Вот Садишься И Автор Плавает Или Это Может Не Автор Кэш А Демонстратор Вот С Этим Вообще Сложно Когда Вашу Игру Показывает Кто Но Убедитесь Что Вы Понимаете Что Делаете Раскладывайте Все Эти Карточки Выспитесь На До Конец Выспаться Из Таких Базовых Правил Если У вас Уже Идут Переговоры Прям Вплотную С другим Издательством Не тратите Время Чтобы Получить Фидбэк От Другого Издательства Если Мы Узнаем Что Автор Делал Так Только Для Того Чтобы Собрать Лишних Фидбэков Потом Доработать Свой Проект Который Уже Подписан Я Ставлю Крест На Авторе Навсегда Ну В целом Да Надо Уважать Коллег И Да Присылайте Макеты Потрудитесь Каждому Отдельное Письмо Составить Адресное А не Поставив Копию 10 Издательств И А вось Шар закатится Это Не нравится Никому Да Особенно Прям В копию Чтобы Видели Кому Да Вот Скрытая Копия Еще Может Сработать И то По письму Видно И по Тексту Что Оно Не адресное Обращение Это Такой Стандартный Шаблон Сразу Возникает Неприятие Почему Я должен В приоритете Рассматривать Этот проект Если он Везде А может Его Посмотрели Там Я не Сразу Реагирую На письмо К примеру Или Мой Коллега Который Отвечает За Селекцию Может Вчера Это Уже Посмотрели В Хобби Волде И Приняли Решение Связались А я Сейчас Буду Тратить Своё Время Зачем Уважайте Нас Как Бизнес Партнёра В будущем Сразу Тогда Вопрос Сколько Времени Ждать Ответ Вопрос Подвохом От Получаса До Бесконечности Ответил Укончиво В какой Точке Начинается Момент Когда Я могу Писать Другим Издателям Слушай Всегда Работает Метод Напомнить О себе Через Недельку Такие Письма Я отвечаю Почти Всегда Сейчас Несколько Затюканый Был У меня Там Перед Граниконами Я разбирал Январские Писем Какие-то Но Их Много Их Реально Много И тут Еще Игры Надо Делать На Работе Да Ладно Еще Работать Надо Да Работать Надо Плюс Это Конечно Цинично Немного Прозвучит Но Именно Из Текучки Почти Ничего Брать Не Хочется Поэтому Она Не В Приоритете Вот Поэтому Время Это Может Затянуться Но Я Стараюсь Вот У меня Норма Была В пределах Месяца Отвечать Но Сейчас Я Из нее Выбился Грешен У нас Стандартная История Две Недели Иногда Бывает Дольше Но Это Опять Зависит От Пиковых Загрузок Редакции И Тех Людей Которые Отвечают За Селекцию В Любом Случа Бывает Даже Такое Что Проект Уже Прочитан И Известно Решение По Нему Идет Он Дальше Или Нет Но Пример Не Написан Ответ Потому Что Есть Похожие Проекты Которые В этот Момент Еще Не Отсмотрен Предварительно Они Вот Так Подходят И Ты Понимаешь Что Ты Не Можешь Сейчас Этому Сказать Да А Этому Сказать Нет И Надо И Авторы Получается В связке Идут С Похожими Продуктами Будущими Да Это Еще И Бывает У Без Комментарий Ну То 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 Письмо Ждем Пару Недель Напоминаем О себе Да Если Пришло Еще И Напоминание Вот Как Павел Сказал Тогда Это Однозначно Сигнал То Что Надо Либо Сказать Ребят Дайте Нам Больше Времени Либо Ребят Сейчас Уже Идут Тесты Есть Предварительное Мнение Либо Мы Уже Имеем Мнение И Отвечаем Сразу То Пиночек Такой Маленький С Четкого Ответа Нет То Корректно Посылать Другим Или Раньше Или Лучше Подождать Попозже Примерно Чтобы Это Не Было Обидно Я Спокойно Отношусь Если Игру Куда Выслали Еще Нормально Вы Автор Вы Пробуйте Свои Силы Везде Везде Но Если Вам Где-то Говорят О Нам Интересно Давайте Мы Посмотрим Вы С точки Зрения Этики Как Я Не знаю Как Считают Мои Коллеги Вы Должны Об этом Оповестить Остальных Ну По крайней Мере Тех Кто Вам Ответил Если Вам Никто Не Ответил Вроде Как Ну И Не Нужно На Самом Деле Может Быть Им Не Интересно Они Еще Не Читали И Вообще Но Если Вам Ответят Ответили И Написали Вы Должны Сказать Что Вашу Игру Уже Рассматривают Но Тут Смотрите Как Что Рассматривают Это Значит Не Просто Вам Детили Ну Так Что Там Игра Ну Так Может Быть Когда Нибудь А Хорошо Мы Напечатаем Будем Тест Подумаем Вот Хотя Б Если Что Отличное От Достаточно Нейтральных Праз Даже При этом Случа Нужно Написать Что Мою Игру Рассматривает Другое Издательство И Что Тогда Вы Сделаете Ну Не Буду Тратить Время На Это Ну И Как Минимум Вас Не Занесут Черный Список Ну Как Может Быть Наоборот Посмотрят Быстрее Это На самом деле Нет Нет Давайте Так У меня С русскоязычными Авторами Таких Случаев Не было У меня Были Такие Случаи С Авторами Из Европы Когда Особенно Игру После Какого Европейского Конвента Там Какой Не знаю В Каннах Выставка Пройдет И У них Там Уже Куча Издателей Ходило Еще И местных Там Французских Немецких И так Далее Вот Мне Это Приезжает С Небольшим Запозданием Там В Пару Дней И У Них Могут Уже На тот Момент И Предложения Какие То Быть Ну Все Замечательные Люди И Такие Вещи Они Пишут Собирается Уже Там Подписать Или Даже Бывает Так Что Они Попросили Там Две Недели На Подумать И Тогда За Это Время Я Ничего Не Могу Вам Сказать С Прототипами Особенно Авторов Которые До Этого Не Издавались А Вышила Такого Не Бывает Я Довольно Спокойно Отношусь Если Ваша Игра Упадет Куда Другому Издателю На Почту Ну Окей Главное Не Пишите Все В Одном Письме Как Сказал А Лучше Регистрируйте На Грани Кон И Привозите Показывайте Вживую Потому Что Вживую Оно Просматривается Лучше Так Вживую Ну Живое Общение Не Секрет Оно Больше Раскрывает Нюансов Тонкостей Мы Здесь Специально Ради Него Мы Посмотрели Мы Сюда Не Вслепую Приехали Мы Все Эти Проект Посмотрели Сделали Предварительную Сетку Расставили Приоритеты С Высокого По Низки Уже В голове Представляли Какие продукты Мы Ищем Потому Что У всех Есть Свои Линейки Нужно Наполнение Новинок Туда Сюда Запад Опять Прицел Все Знают С Какими Партнерами Работают На Каких Рынках Их Партнер Работают Мы Сюда Приехали С Определенными Целями И Кто Уже Не Работает Да Это В моменте Текущего Дня Но Так Или Иначе Все Проходит Отношения Бизнеса Останутся И Будут Дальше Соответственно Если К вопросу Живого Общения И Конвентов Это Гораздо Лучше Доказать То Что Ваш Проект Достоин Если Мы Уже Предварительную Сетку Тестирования Поместили Забронировать Все время Значит Уже Есть Потенциальный Интерес Значит Мы Плавно Подходим К теме Подачи Надо Купить Дожать Издателя Который Не Просто Так Сел За Стол Потому Что Было Скучно Поверьте Мы Настолько Дел Что Мы Просто Так За Стол Не Сядем Уже Садимся С Какой Конкретной Цель Что Кто-то Где-то У нас Уже Зацепил Поэтому Грани Кон И Регистрация Проектов Заранее Все это Очень Сильно Поможет Вашему Будущему Да Вопрос Есть Ограничения По количеству Проектов Привезенных На Грани Кон Автор Есть Нет Можно Больше Есть Единственное Ограничение Что У вас На весь Конвент Будет Ограниченное Время В данном Случа Каждый День По Два Часа Ну Нужно Какое-то Время Не Меньше Часа Соответственно Можно Привезти Больше Но Просто Издатель Если Захочет Он Вас Не Очень Хорошо Все-таки Что Издатель Будет Вас Находить Тащить К себе То Теоретически Можно Но Лучше Так Чтобы Каждый Хотя По разу Показать Мне Кажется Вам Не Очень Удобно Вылавливать Тут Авторов И Удобно Если Автор Хорош Игра Интересна Хотя Одна То Обычный Издатель Хочет Посмотреть Остальные Но Вы Сделайте Это Интересное Образ Прошу Давайте Теперь Все-таки Поговорим Непосредственно О презентации Вот Вы На Грани Иконе Вот Вы Садитесь За Стол Автора А Он Такой Есть Что Нибудь Такое Я Вам Рассказать Вчера Вчера Был Очень Прикольный Случай Значит Мы Посмотрели Игру Заранее Оказалось Интересной Там Несколько Ребят Оценили Значит Вписали В расписание Посмотрели Сетку Подходим Значит К Автору Он Нас Смотрит Вочем Краут Геймс Мы Горим А вам Что Нужна Эта Игра Нет Ну Серьезно Ну Мы Сели Поиграли Пытаемся Что-то Сказать Человеку Он Говорит Ну У меня Ж не Типография Мы Говорим Подождите Мы Тебе Обратную Связь Даем Но Я Вам Еще раз Повторяю У меня Ж не Типография Наверное Это Единственный Случай Забавный Второй Случай Был Когда Юра Емщуков Нам Показывал КХ Пять Звезд Это Был Позор Ребята Это Был Позор Он Не Знает Правил Этой Игры Это Не Его Игра Правда Чуть Чуть Оправдания Он Объясняет Бесконечными Ошибками Он Все Время Читает Эти Правила Он Звонит Автору Для Того Чтобы Задать Вопрос Друга Помощь Друга Это Была Самая Худшая Презентация Ачьевмент Unlocked На личном Примере Показал Как Не Надо Делать Я К слову Это Последний Раз Когда Я Показываю Чужие Игры Просто Меня Не Хватает Не Делайте Как Я Готовьтесь Хорошо Еще Какие Моменты Я На самом Деле Вопрос Глобальный Его Разделил На Некоторые Части Первое Что Мы Проговорили Правила Наизусть Ночью В любом Состоянии Вас Должны Разбудить Вы Должны Разбудить Средь Белого Дня Ты должен Наизусть Полностью Знать Все Режимы Игры Все Знать Нюансы Тонкости Не путаться В терминах Все Компоненты Называть Одинаково Все Иметь Под Рукой И С лету Когда Тебе Задают Какой То Вопрос Быть Готовым К тому Что Издатель Всегда Лезет Глубже Вот Когда Ты писал Правила Ты Рассматривал Различные Варианты Исполнения Тех Или Иных Процедур И мы Зачастую Видим Вы Нам Даете Одно А мы А вот Это В твоих Правилах Заложен Думал Рассчитывал Нет Не думал Не рассчитывал А где Это Вообще И вот Начинает Плыть Вот Это Надо Заранее К таким Вещам По Своим Правилам Быть Готовым Ответить Что Это Связано С этим Я Вот Это Пробовал Это Не Работает Вот Здесь Я Специально Отрезал Почему Там Куска Не Хватает Я Специально Отрезал А не Так Ну Мне Так Левой Пятки Захотелось Вот Первый Блок Это Правило Надо Знать Наизусть Второй Блок Это Вообще Понимание Того Что За Продукт Вы Делаете Вы На Самом деле Как Мы С Который Продаст Даст Нам Заработать Денег Еще Авторам Еще И славы Издатели Успешности В общем Всех Вестов Мы Делаем Продукт Продукты Это Сочетание Многих Многих Факторов И Оформление Габарит И Наполнение И В том Числе Игровая Механика То Это Всего Лишь Составляющая Подумайте Для Кого Для Какой Целевой Аудитории В Какую Цену Масс Маркет Гик Маркет Детский Семейный Фэмили Плюс Чтобы Не получалось Что вроде Как игра Сделана Но она Не для Кого Она Между Зависла Категориями Между А я Делал Для Себя А вот Тогда Надо Сразу Сказать Ребят Вот Так Как Это Выглядит Оно Так И Должно Быть Издано И Если Вдруг Найдется Такой Уникальный Издатель Который Скажет Окей Чувак Ты Попал Прям Мое Сердечко Тогда Свезло Я Евгению Скажу Авторам Которые Говорят Я делаю Игру Для Себя Хочется Сказать Что Вы Так Себя Не Любите Почти Всегда Игру Делают Не Для Себя Но Не Всегда Очень Часто Автор Начинающий Не Понимая Для Кого Он Делает Это Один Из Первых Вопрос Которые Издатели Задает Даже Если Он Видит Для Кого Игра Он Все Рано Задаст Автор Этот Вопрос Чтобы Понимать Вообще Автор Знает Что Делает Автор Вообще Видит Для Кого Это Все Например Если У него Детская Игра А Там Можно Убивать Друг Друг Может Это Не Совсем То Что Автор Хотел Сделать Бывает Непонимание Черная Несовершеннолетняя Рабыня Когда Игра Нам Вроде Как Нравится Вот Еще Из Таких Вещей Автор Мы Часто Задаем Вопрос Связанные С С Митагеймом С Динамикой Парти Например Можем Спросить А Вот При Игре Там В пятером Сколько Длится Игра Или Например Сколько В среднем Раундов Проходит Если Их Действия Если Их Нефиксированное Количество Можем Спросить Например Слушай А Сколько Мы построим За игру Например Или Сколько Раз Или Сколько Можно Атаку Набрать Какого Количества Вы Должны Понимать У вас Должен Какой-то Наигрыш У вас Должно Быть Знание Своей Игры Не Только В рамках Правил А В рамках Игровых Ситуаций Хорошо Да Вопрос У меня Вопрос Понимание Аудитории Аудитории Это Задание Адтера Это Очень Сильная Гипотина Вы Знаете Какие бывают Аудитории Какие бывают Какие тиражи В этих аудиториях Сегмент И так далее Автор Это Я гипотически могу Подположить Вы Профессионально Подходите Да Но А вы Так в этот момент Мы хотим Ваше личное мнение Услышать Вы как Свою игру Позиционируете Вы Ее Для кого Уважаемый Товарищ Делали Мы Конечно Потом Определим Для какой Она целевой Аудитории Лучше Зайдет И в каком Сеттинге Она лучше И с вами Посоветуемся И вам Объясним Если вы Спросите Нас Об этом Но Нам важно Именно Понимание Того Насколько Простите Может Прозвучит Некорректно Но Для нас Очень важно Вменяемость Автора Под Вменяемостью Понимается Следующее Умеет ли он Слышать И слушать Умеет ли он Отвечать На вопросы Умеет ли он Здраво Рассуждать Готов ли он Идти на Компромиссы Или Он Уперся Рогом И говорит Нет Это должно Быть Только Про Космос Ну Вот Ну Хорошо Или про Еду Ну Хорошо Сделай С кем Другим Но Он Придет К Другому Скать И Паша Скажет С кем Нибудь Другим И Костя Скажет С кем Нибудь Другим И вы Так И будете Ходить По Кругу И Искать Того Кто Вас Делает Про Космос Есть Такие Авторы Которые Видели Мы Все И Не Сотрудничаем С ними Потому Что Они Оказались Очень Незговорчив Это Нормально Вот Что Касается Вопроса Почему Автор Должен Знать Аудиторию Типа У него Не хватает Экспертиз Как Показывает Практика Хватает Это Не Такая Сложная Задача Понять Для Кого Вы Делаете Игру Зайдите В магазин Настольных Игр Посмотрите Подумайте На какую Игру Уже Похожа Ваша Игра Если Она Ни На Какую Игру Не Похожа Значит Вы Не Разбираетесь Скорее Всего В Настольных Играх Я Очень Часто Люблю Задавать Вопрос Как Давно Вы Играете В Настольные Игры Какие Игры У вас На Текущий Момент В Фаворе Я Очень Люблю Спрашивать Скажите Пожалуйста Если Вы Представили Себе Магазин Настольных Игр На Каком Стеллаже Эта Игра Стояла И На Полке Между Какой И Игрой Она Нашла Своё Место То есть Покажи Мне Структуру Того Где Ты Видишь Свою Игру Условно Говоря Что Это За Жанр Что Это За Основная Ключевая Механика Я Ее Вижу Между Пэтчфором И Саградой Мне Понятно Что Это Будет Абстракт С Какими Тайлами С Коробкой 20 на 20 Или 25 на 25 Примерно По Цене 25 Тире 40 Долларов На Полке Если Вы Мне Просто Сказали Где Она Стоит Я Уже Начинаю Примерно Понимать О чем Идет Речь Дальше Могут Конечно Возникнуть Несоответствие Между Тем Что Вы Сказали И Тем Что Вы Реально Представляете Следующий этап Но По крайней Мере Постарайтесь Опять же Мы Здесь Ну Я По крайней Мере Не знаю Как Другие Я Очень Часто Не Доигрываю Мне Не Нужно Доигрывать До Конца Не Хватает На Это Ни Времени Ни Ни Сил Ни Желания Игра Понятна Иногда Ты Задаешь Вопросы Связанные С Концом Игры То Как правило Бывает Ну То 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 Спрашиваешь Там Например Сколько Предположим Там Игрок За Время Игры Выстраивает Там Ну Зданий Предположим Или Ну Чего То Что По Игровому Процессу То То Примерно Хотя Ориентировочно Чтобы Понимать Как Выглядит Конец Игры Я Например Спрашиваю Скажите А если Мы Будем Играть С вами В пятый В шестой Раз Нам Еще Все Будет Так же Интересно У Нас Будут Какие Расхождения Или Это Будет Одна И Сходить Магазин Здесь Мы Все Так Должны Понимать Что Каждый Раз Играя В Игру Ты Хочешь Получать Какой То Новый Игровой Опыт Тебе Хочется Чтобы Это Было И Вот Об Этом Лучше Заранее То Смотрите Чем Чем Больше Вы Встречаетесь С Издателями Вы Прямо Когда Они От Вас Отходят Вы Себе Записывайте Вопросы Которые Они Задают Вы Заметите Что Они Задают Одни И Те Ж Вопросы Самая Лучшая Ситуация Не Дожидаться Этих Вопросов А Упредить Их То Есть В Своей Презентации Сразу Закрывать Эти Вопросы Короткими Четкими Рубленными Ответами Потому Что Все Равно Зададут Все Равно Зададут Лучше А Могут И Не задать Лучше Самому Мне кажется Об этом Рассказать Буквально Пару слов Добавить Что По поводу Того Что Дает Игра Настольные Игры Это Энтертеймент Своеобразный Хоббийный Нишевый Мы Конкурируем В куче Других Развлечений И Каждый Раз Когда Люди Играют Тот Самый Новый Игровой Опыт Люди Хотят Развлечь Кто Интеллектуально Кто В Пати Эмоционально Еще Как Но Развлечения Соответственно Вот Это Хождение По рельсам Которые Обрисовал Магазин Обрисовал Евгений Ты же По рельсам Ходишь В Ломни Там Рельсы Да Правильно По рельсам Да Проф Деформация Пути в офис Она Становит Скучной Если Раз за Разом Развлечения Не Происходит Если Это Одноразовая И Вот Маленькое Добавление Из-за того Что мы Не играем До конца И мы Не можем Повторить Несколько Сессий И вас Спрашиваем Когда вы Представляете Игру Не Поддавайтесь Не Делайте Проще Нам Потому Что Для Нас Это Первое Впечатление Лучше Обрисуйте Ситуацию Типа Вот Сейчас Я Знаю Автор Знает Игру Лучше Покажите Смотрите Вот Это Убер Комбо Она Сейчас Прям Раскатает И Уничтожит А Если Вы Сделали Вот Так Это Было Защитой Наоборот Разыграйте Вариативность Ситуации Покажите Что В Впечатление Ну Че Так Как То Ну Ни О чем Ну Вот Есть Бывает Такое Желание Поддаться Чтобы Типа Я Выиграл Мне Не Надо Выигрывать Я Уже Навыигрывался Я Хочу Найти Продукт Нам Рекомендует Обычно Мы Подаем Прототипы Подаем Проектов На Конкурс Нам Не Рекомендуется Вносить Изменения Которые Там Возникают Если Там Идет Дестирование После Проект Уже Заявлен Если Есть Какие Варианты Которые Пришли После Того Как Проект Подан Их Интересно Сдателям Если Автор Считает Что 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 Меняет Что Могут Упростить Что Могут Дать Нового Если Автор Такие Вещи Рассказывать Это Будет В плюс Скорее Всего Или Будет В сторону От Основного Понятно Смотрите Да Это Вот Это Что Тут Как То Не Работает Он Говорит Я Уже Думал Над Этим Есть Вот Такой Вариант Если Это Краткий Ответ А не То Что Я Мог Бы Сделать Бы Когда Нибудь Да Что Это Не Поможет Если Да Я Над Этим Думал Если Вот Это Упростить Вы Правильно Задали Вопрос Действительно Я Вижу Что Это Хромает Я Готов Доработать И У У У Есть Идея Ну Опять же Извините Но Я Здесь Увидел Только Одну Игру Которую Можно Считать Без Ортов Естественно Но Как Мне Показалось Более Менее Готовой К Тому Чтобы Переходить К Продакшен Ну То Есть Вот Все Остальные Игры Имеют Разную Степень Сырости И Это Это Нормальное Явление Если Нас Интересует Если В игре Что-то Маленькое И сморщенное Ну В смысле Изюминка Вот Если Она Там Есть Если Не Отработан Какой-то Элемент Или Не Оттестирована Какая-то Часть До Конца Или Я Пока Оставил Руку Без Ограничения Но Понимаю Что Надо Руку Ограничить Шестью Или Семью Картами Пока Не Решил Сколькими Просто Этот Момент Который Все Равно В процессе Тестирования Будет Доведен До Конца Или Если Ты Даже Видишь Что Вот Здесь Несбалансировано Количество Очков И Что-то Получается Немножко Математика Не Бьет Но Это Означает Человек Человек Не Владеет Мат Моделью И Не Балансировал Свою Игру В силу Того Что Ну Как бы Такой Недостаток Но В ней Есть Вот Та Самая Изюминка И Тогда Проще Дотянуть Эту Игру Чем Видеть Как Вы Пытаетесь Сделать Вид Что У вас Все В Порядке Что У вас Все Продумано Что Все До Конца Сделано Не надо Бояться Говорить Честно Вот Это Еще Сырой Недоработанный Материал Но Основная Стержневая Механика Она Вот Такая И Она Издатель Должен Увидеть Что В ней Есть Ну Хотя Б Сказать Если Не Уникальность То Хотя Б Сказать Ну Какая Творческая Мысль Необычное Сочетание Чего То С чем То С Которым Можно От От Чего Можно Оттолкнуться И Двигаться Дальше Издатель Вообще Мыслит Категориями Так Называемых Селлин Пойнтс То Вашей Игры Есть Какие Выгодные Характеристики Из-за Которых Издатель Может Ее Взять Из-за Которых Ее Могут На Полке Выделить Уже Покупатели Магазинов И Купить Вы Если Вы Хотите Быть Профессионалом Если Вы Хотите Делать Игры Не так Что Я Сейчас Сделал А потом На 10 лет Забыл Про эту Всю Историю Вы Должны Понимать Хотя Б Приблизительно Какие Ваши Игры Селлин Пойнтс Вы Должны Понимать Почему Вашу Игру Возьмут Вы Должны Назвать Желательно Не Один А Парочку Два Три Моя Игра Классная Потому Что Это Детектив Который Умещается За 20 минут Потому Что Эта Игра Она Похожа На 7 чудес Только В ней нет Таких Сложных Правил По Подсчету Очков Это Можно Очень По-разному Сформулировать Но Вы Должны Знать Для этого В идеале Чуть-чуть Рынок Чуть-чуть Другие Игры Понимать Вообще Для кого Вы Игру Создаете Все То О чем Мы Говорили Раньше И Не Стесняйтесь Да Что В вашей Игре Будут Какие-то Промахи Недостатки Если Работает Стержновая Механика То Баланс Подтянет Баланс Это Вообще Последнее Дело Он При Разработке Обычно Во вторую Очередь Подтягивается Лишь бы Он Не Ломал Игру Не Ломал Механику А Вот Уже Циферки Все Наладить Это Уже Обычно Под Самый Конец И И Причем Уже У Издателя Очень Мало Авторов На Моей Памяти Могут Идеально Цифры Сбалансировать Хотя Кстати Даже Здесь Есть Такие Игры Все Очень Хорошо Еще Вопросы Нам Как Здесь Демонстрировать Комплексные Сложные Игры С Геймплеем Два Часа Если Всего Два Часа Я В таких Случаах Рекомендую Делать Демонстрационный Вариант Партии Когда Уже К Самому Интересному Вы Перешли Может Быть Чуть Чуть Перед Этим Чтобы Дать Войти В Это Играющим И Чтобы Они Сделали Пусть Один Два Хода Но Это Были Лучшие Один Два Хода За Партию Самое Интересное Я Рекомендую Так Не Обязательно Начинать С самого Стартового Начала Ну Как С самой Стартовой Позиции Игры Можно Я Скажу Смотрите Сейчас Много Готовили Видео Презентации Для Наших Иностранных Партнеров По той же Самой Эволюции И Отрабатывали Презентацию Когда Нужно Показать Игру Условно Говоря За Полчаса Но Показать Ее Максимально Подробно Сложную Комплексную Тем Более По Хорошему Когда Мы Понимаем Что Посадить Издателя И У него Есть Час Времени Максимум А то И 45 Минут Потому Что Ему Надо Еще Сходить Глотнуть Чайку У него Следующая Встреча Просписание Поэтому Гораздо Лучше Если У вас Будет Заготовленный Что Называется Набор Карт Который Открывается В первом Ходу И Объясняется Структура Хода Вот Смотрите Вам Пришла Вот Эта Карта Вот Это И Вот Это Вы Делаете Вот Это Действие Вот Это Действие Но Не На Случайных А Вы Разыгрываете Демонстрационную Версию Первого Второго Хода Потом У вас Есть Вторая Как бы Колода Вы Расставляете Где Ваши Находятся Там Как бы Ресурсы Жетоны И так Далее И Показываете Окончание Игры То есть Как Как Оно Разворачивается Как Оно В развитии Чтобы У меня Было Что Называется Вот Этот Монтаж Ты Мне Показал С Чего Все Началось И Желательно Показал Чем Все Это Закончится Потому Что Начало Игры Не Всегда Дает Понимание Того К чему Игра Придет Как Она Будет Развиваться Какие У меня Будут Вот Здесь Происходить В моем Огороде Изменения В твоем Огороде В нашем Взаимодействии И так Далее Еще Один Вопрос Который Важно Было Подчеркивать И Показывать И Этот Вопрос Для Меня Тоже Всегда Является Ключевым Насколько Плотное Взаимодействие Между Игроками Происходит Ли Оно И Каким Образом Оно Происходит Вот Для Меня Это Важно В Игре Ну То 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 Не Знаю В Любой Игре Для Меня Это Важно Поэтому Грани Кону Надо Не Просто Подготовить Да И Конечно Прототипы Ну То То Когда У Вас Нарезанные Маленькие Жетончики Которые Опять Ж Разлетаются Или Для того Чтобы Их Поднять Нужно Послюнявить Палец И Вот Так Вот Его Приклеить К своему Пальцу Чтобы Взять Это Ну Ребят Правда И Вы Это Пытаетесь Сделать И Говорите Подождите Я вам Помогу Вам Какой Здесь Нужен Это Я Про Баракран Базар Вот Вам Какой Мне Ананасик И Вот Я Этот Ананасик Пытаюсь Выковырить Ну Ребят Ну Возьмите Вы Свой Прототип Везете Вот Здесь Был Прототип Ходилка Бродилка Какая Вот С такими Красивыми Этими Дракончиками Ну Да Павными Дракончиками Блин Ну Красиво Я понимаю Что Бродилкой Никто Здесь Присутствующих Не возьмет Киньвин Хотя Может Быть На самом деле Не факт Бродилку Сейчас Берут Бродилки Нужны Я Я Про себя Киньвинь Ну Вот Красиво Была Представлена И презентация Была Великолепная Я слышал Ну Честь и хвала Скать Как бы Поэтому Готовиться Надо уж К Граникону Но Можно Нарезать Нормальных Картончиков И наклеить Нормальные Бумажки Чтобы Товар Показать Лицом Ну Как бы Понимаете Я Не могу Не сказать Про бродилки Вот И вообще Про то Что берут Не берут Бродилки Тоже берут Но Есть Один Нюанс Вот Чисто по опыту Вот Бродилку Хорошую Которую возьмут Автору Особенно Начинающему Сделать Почему-то Труднее Чем Какой-нибудь Средней Паршивости Евры Ну Вот Потому что Там Надо Учитывать Такие вещи О которых Авторы Не думают Сколько Клеточек От этой Точки До Этой Сколько Ходов Там Займет Там Путь Такой Такой Какой Будет Даун Тайм Какая Будет Динамика Между Игроками И так Далее На самом деле Очень Высокие Довольно Требования Геймдизайнеру И Те Бродилки Которые Я вижу Чаще Всего Они Просто Забивают Фиксики Пылесос Лучшая Бродилка Шли Кооп При этом Да Вот Это Единственная Игра В линейке Которая Была Кооперативная Да Как бы Это Выделяло Ее И Мы Насчет Бродилок Если уж Давайте Закончить Тем Мы Вообще Специалисты По Бродилкам У нас Половина Ассортимента Это Детские Игры Бродилки Но Они Все С Маленькой Сморщиной Штучкой Бродилка Кооп Бродилка С Элементами Сбора Сета Еще Что И Там Вот Эти Просчеты Как Павел Сказал Мы Бродилках Детских Где Есть Бег По Дорожкам Используем Кубик 1 2 2 2 3 3 4 Кто Мне Скажет Почему Вот Можете Прям Сходу Ответить Да Дети Очень Сильно Обижаются Когда Видят У одного Шестерка У себя Единицу Мы Нивелировали Просто Кубиком Это Было Решение Редакционное В какой-то Момент На Выставке Мы Увидели Кубик С Такими Гранями И подумали Зачем На Кладется Именно Этот Кубик А не Один Шесть Одна Четверка Одна Четверка Одна Единица Две Двойки Две Тройки Это Это Решение Позволило Нам Повысить Продажи Игр Которые Уже Были В нашей Линейке Потому Что Они Разочарование Убрали И В среднем Оценка Про Дорожки Высчитывается Математически Сколько Средневыпадающие Сколько Телодвижений Совершить Чтобы Отсюда И Выполнить Все Процедуры Пикап Деливеры Если К примеру В бродилках Мы используем Элементы От Больших Игр Маленькие Кусочки Мы Детям Даем Показать То Что Есть Мир Игр Интересный Не Просто Кинул И Кто Первым Добежал Элементы Нами Очень Активно Используются В основном Мы Это Используем Во Франшизных Играх Трикатают Фиксики Смешарики Мимимишки Говорили мы С вами Не о бродилках А о качестве Изготовления Протачек Мы ушли В бродилки Но Мы так Убрели В бродилки Но Качество Как раз Чтобы Дети Познали Большую Механику Они должны Сначала Это Для вас Для всех Бродилка Выстраиваем Ступеньки Маленькие Маленькие Ступенечки Чтобы Они Потом Пришли Так В принципе В любом Хобби В нишу Не сразу Давай Первая доза Бесплатная Садись Будем с тобой В тирамистику Играть Второй момент В бродилках Это Поле В бродилках Оно почти всегда Есть Либо там Поле из карт Составляется И почему Издатели Их не так активно Берут Даже вот мы С улицы Не берем Особо бродилки Хотя рассматриваем Потому что Сделать поле В бродилке Это отдельная История Ты будешь Запаришься Вымерять На каком расстоянии Сколько там Поместится на листе На двускладном поле Которое В эту коробку Влазит Это работа Очень большая Очень сложная Если вы думали Там он накидали Там кубе бросал Кинул Там дошел до финиша Вот я придумал Угру Покупайте Издатель подумает Блин Это ж сколько мне тут рисовать Это ж сколько мне тут Вымерять Это ж сколько мне тут Прогонять Тестов Еще и с детьми Детей надо Откуда-то брать Вот Так что Я расскажу Откуда дети берутся Покровы срываются Вплоть до того Что вот Надо просчитывать Площадь Занимаемую Игровыми фишками Которые придут В конкретную точку От этой площади Чтобы было удобно И комфортно От этой площади Масштабируется Все остальное Чтобы это все читалось Визуально Возраст Опять же детский Сочетание цветов Видимость Основных игровых элементов Вот там куча всего Просто куча Ну к чему мы приходим Что проще Чем взять игру автора Ее сделает Петр Ну кстати да Бродилки Издателю по-моему Проще сделать самому Ну или на самом деле Действительно хорошие Игры на механике Кингвинь Может сделать Мне кажется Такой опытный автор Я таких знаю Вот Поэтому начинающим авторам Я говорю Нет такой механики Кингвинь Забудь Да Поэтому Пылесос фиксики Нам делал Голубкин И Масловский Да То есть мы Издательство Заказали у опытных авторов Проект Я не опытный автор И тогда еще не был Издателем Понимаешь То есть это все Ну так случилось Что было предрасположенность Вот от родилок Я хочу вернуться К большим сложным играм На два с половиной часа И больше Вот мы уже говорили Как презентовать Мои коллеги все замечательно сказали Но мне так и хочется Сказать авторам Ребят Вот у тебя допустим Изданной игры нет Почему ты хочешь Предложить автору Гроб на 4 часа На 8 часов Да Издателю Вот Ты уверен Что тебе вообще поверят Это большой риск Издателя брать такой проект Вот чисто исторически Так сложилось Что такие гробы Такие огромные игры Делаются не энтузиастами Они делаются Командами Внутри Больших издательств Людьми Которые работают За зарплату Ну это верно Например Для фэнтези файт геймс Ну для вакенов Я думаю Примерно та же история Вот Вы думаете Что вы в одиночку Или там со своими друзьями Там до этого Не издаваясь Не знаю там Как это все работает Сможете Вот этот успех повторить Может быть Кстати сможете И некоторые такие игры Подписываются Но их издателям Любимые компьютерные игры Так вот я вам скажу Даже если у вас есть Любимые компьютерные игры Не переносите их В прямую Думайте об упрощении Унификации Настолка это другое Нельзя просто так Ископировать Все юниты Из Heroes of Might and Magic Короче Выложить на стол Скажите Я все придумал Короче Сейчас мы тут будем Надо учитывать То что Играет люди Нет компьютера Нет автоматизации Просчета Упрощайте Думайте глубже Как сделать элегантно Те же самые красивые вещи И тогда ваш гроб Который вы представляете Вполне выйдет За приятное Симпатичное Может быть даже Лайт евро Которое Час Час Тридцать Играется И будет Интересно И издателю И соответственно Короче Прежде чем писать сагу Напиши рассказ Да Будьте проще И издатели к вам потянутся Ну что ж Коллеги Еще вопросы Или мы потихоньку Разбегаемся Потихоньку разбегаемся Да Давайте последний вопрос На самом деле Жмите все вместе Так удобно Да Один человек Несколько точек разговора Да И весь пакет Рассматривается Там Сразу Грубо говоря Если вас начали Распечатать Распечатают Тогда все А так могут Распечатать Первое письмо Третье Второе Пропустить Третье Отложить И если уж Прислали пакетом Несколько проектов Я бы Предложил Другой вариант Пришлите Для начала То что вы считаете Самым лучшим Своим проектом Вот Если вы Издателем Своими Пятнадцатью Проектами Которые вы Разработали За последние Пятнадцать Дней Лучше Один Лучше Меньше Да лучше Владимир Ильич Ленин И последнее Допутствие Если вы будете Вживую Игру Показывать Издателю Вам Скорее всего В какой-то момент Не понравится Что вам Издатель скажет Даже если ему Нравится ваша игра У вас точно Что-то затрагерит И вот Есть такие фразы Которые для издателя Как красная тряпка Вы неправильно играли Или Вы не понимаете Это нравится моей жене Детям коту Бабушке И дяде Сереже Соседу Который Вообще-то Знаете Войну прошел И знает Как должны выглядеть Игру Игры про солдатиков Вообще А Юра Емщиков Сказал Хорошая игра Вот Или там Да Или Вы знаете Мою игру Смотрел Какой-то там Издатель И он даже Или там Какой-нибудь Известный человек И он даже Мне показалось Что он кивнул мне Вот Нам Это Не то чтобы Не важно Если вот Автор начинает Сопряться За такие вещи То Мы Начинаем понимать Что Наверное Автор Как-то Немножко Плавает В каких-то Вопросах Вопросах Меняемости Ну Или Чувствует Слабость Своего проекта И пытается Прикрыться Какими-то Групкими Вещами Попросту Говоря Это Признаки Неопытного Автора И Это уже Заметка Такая Издатель Может быть Пойдем дальше Издатель Конечно Не всегда Прав И чаще Сего Не прав С вашей Точкой Зрения Но Знаете Как бы Не хочется Чтобы Там Где-нибудь Было Написано Я Был Прав Понимаете Но Не на Игре Лучше Пусть Игра Выйдет И Ну В целом Просто Иногда Надо уступать Опыту Издателя Потому что Вам кажется Что это Очень ценно И этот Сеттинг Ценен Или Эта Механика Ценна У издателя Значительно Больше Опыта И Понимания Того Что Ну В конце Концов Мы Все Здесь Сидящие Конечно За То Чтобы Продукт Был Качественный Чтобы Игроки Получили Хороший Продукт Но Все Таки Мы Все Про День И Мы С вами Понимаем Что Нас Интересуют Коммерчески Успешные Проекты А Вот Кино Не Для Всех Это На Фестиваль Нас Интересуют Реально Те Проекты Которые Можно Поставить На Полку Магазинов Интернет Магазинов Выставок Предложить Издателям В других Странах Нас Интересует И Вас Наверняка Тоже Интересует Ну Как Финансового Заграждения По итогам Своего Труда Поэтому Когда Издатель Говорит Что Это Хорошая Игра Но Простите Это Не наш Формат Или Простите Это Сейчас Невозможно Продать И Говорит Что Надо Сделать Чтобы Это Продать То Либо Вы Встаете В Принципиальную Позу И Говорите Я Не Буду Этого Делать Это Противоречит Моему Естеству Значит Скажите Спасибо Этому Издателю И До Свидания Вы Просто Не Подошли Друг К Друг Это Не Означает Что Не Найдется Другого Но Скорее Всего Не Найдется Потому Что По Большому Счету Ну Вот Как По Крайней Мере В России Ну Ну Так Или Иначе Ну Есть Конечно Безусловно Отличие Между Там Сказать Звездой Миром Хобби Там Лавка Игр Крауд Геймс И так Далее Эврикус Но Но В целом Подход То есть Мы Немножечко Имеем Разные Целевые Аудитории И направленности Но Подход К Качеству Игры И К тому Что В ней Должно Быть И Чего Не Должно Быть Но Вот Сколько Ни Говорим Друг С Другом Все Понимаем Все Одинаково Ну То Нет Расхождений Нет Противоречий Вот Я Слушал Там Киселева Сидел На Его Презентации Там Разговариваю С Костей Разговариваю Там С другими Людьми Я Понимаю Что Мы На Одной Земле Находимся И Что В принципе Мы Видим Картину И Понимаем Картину И Отношения У нас У всех Плюс Минус Одинаковые Этот Плюс Минус Это Очень Небольшой Нюанс В целевой Аудитории Продаж Ассортиментной Линейки Заточенности Издательства И как у него Редакция Работает Что Лучше Получается Что Лучше Продается Поэтому Действительно Последние Полтора Часа Мы Просто Друг друга Дополняли Даже Не за что Было Зацепиться По спорям Чтобы Сказать Нет Костя Ты Не Прав Да Вот Именно Так Поэтому Если Вдруг Любой Издатель Дает Отзыв Фидбэк Какие Рекомендации Скорее Всего Именно Такие Же Дадут Все Остальные И Поэтому Лучше Прислушаться Если Вы Хотите Реализации Вашего Проекта И Подумать О том Что Можно Сделать С ним Чтобы Он Стал Лучше Ну Что Павел Хотите Что Дополнить Все Завершаем Тогда И Последний Совет Не Унывайте Правда Если Вам Хочется Делать Игры Делайте И У вас Рано Или Поздно Получится Я Видел Авторов Которых Не Издавали Прототипы Сейчас У них Сидят По Трое По Четверо Издателей На Граниконе И Ждут Когда Они Свою Игру Достанут Распишут Правила И так Далее И тому Подобное Учитесь Смотрите Слушайте Играйте С разными Людми Устраивайте Слепые Тесты Без Вашего Участия Без Этого Вы Не Поймете Насколько Хорошая Ваша Игра И Все У вас Будет Не Гонитесь За Славой За Огромными Деньгами За Этим Как Говорят Политики В бизнес Идти Надо Вот Все Будет Просто Все Будет Хорошо И Будет Уже В этом Гранипоне Больше Хороших Игр Чем На Предыдущем Я уверен На Следующем Будет Еще Больше Мы Ждем Ваших Игр Мы Вам Рады Продолжайте Работу И Не Только Делайте Играйте Вообще В Играйте Не Свои Все Особенно В Те Которые Изданы В Хорошие Игры Потому Что Только Наигранность Большая Наигранность Большой Игровой Опыт Дает Возможность Придумать Что Своё То есть Я не Видел Не знаю Ни одного Писателя Который Написал Хорошую Книгу Если Он Не Начитанный Я Не Видел Ни Одного Разработчика Который Был Хорошую Игру Если У Него Нет Большого Игрового Опыта Это Обязательно Надо Делать И Надо Стремиться Все Время Как На Работу Ходить Если Вы Хотите Стать Хорошим Разработчиком Играть В Самые Разные Игры Самые Разные Жанры А не В Одну Игру Кровь И Ярость До Бесконечности Ну что Это Очень Делен Совет Спасибо Коллегам Спасибо Вам Спасибо